хочу начать лекцию с ощущение одного человека который пробыл на лекции достаточно долго практически все время на нашем семинаре и потом поехал в город он говорит я въезжаю в город как будто я въезжаю какой-то мир агрессивных ужасных людей где грязно шумно ругаются в общем то этот человек раньше жил в подобном мире как бы этого не замечал но не замечал потому что привык если что-то происходит очень часто человек со временем принимает как нормально это есть такой физиологический аспект известной медицины он также есть психологии ситуация в том что попав вода подай воле какую-то чистую среду человек не привыкает и начинает принимать ее за норму и после этого возвращаться в обычный мир тяжеловато это в принципе обычное явление но явление нормальная и в идеале исправимая этим сам я хочу сказать что состояние человека как как инструмент как образ жизни как ситуация как обстоятельства как матрица жизни управляемая самим человеком может эту ситуацию менять и суть этой перемены в том что твое состояние должно быть таким что приходя даже в мир неадекватных людей в той или иной степени я не хочу сказать что ли все люди неадекватные 0 все люди живут обычно в примитивном алгоритме жизни то есть это выживание развлечения и решение проблем суть суть жизни в человек человека в том чтобы изменить все что у него есть то что он может то что он стремится какому-то более высокому эталону какому-то более высокому идеалу при этом опираясь на знание опыт который он сумел получить и занимаясь сотрудничеством другими же такими же как он заинтересованными лицами вообще конечно по большому счету эти люди собираются вместе сделать это многократно легче я даже может быть как тысячи раз легче в команде зачастую очень сложные вещи могут сделать люди не обладающими какими-то супер возможностями суть этого в том что человеческое состояние должно быть такое что выходя из довольно комфортного места в некомфортное его состояние не менялась а то что он видит не вызывало в нем никакой особой реакции даже тут выходит в место где много проблем но я не имею ввиду совсем уж критическую ситуацию там война бомбежка то есть химические отравляющие газы то есть но критическая ситуация критической ситуации человек должен действовать особым образом и входить возможно в особое состояние которое например свойственно для профессионалов который находится в состоянии войны хотя если у вас есть какой-то стойко контролируемое внутреннее положительное состояние ее можно использовать даже на войне суть того что приходя в как в какое-то хорошее место набираясь на этого потенциала возвращаясь нормальное естественное состояние его нужно накапливать до той степени что выходя из этого состояния ты не попадаешь в шоковую ситуацию то есть то есть на контрасте хорошего и плохого сильнее ощущаются все негативные вещи то есть то что в себе собрал социум и по той или иной причине сумел отработать мы говорим про внутреннее состояние я хочу немножко вернуться к той теме о которой мы говорили но уделить одному аспекту большее внимание мы говорили про гамму состояний который вы бы можете использовать жизни накапливать условно говоря формировать свои матрицы естественные психические состояния и настроя с помощью которых вы будете более счастливы эффективно жить и решать многие вопросы насущные факт в том что для создания этого нужно время и как правило достаточно большое время для людей сильно целеустремленных молодых у кого высокий уровень энергии кто сильно заинтересован этот промежуток конечно может быть сильно меньше особенно у людей с подготовкой по большому счету у человека должно быть запаска их как минимум один инструмент дин это базовое сильное положительное состояние и простые инструменты вхождения в это в состоянии желательно с помощью собственной воли собственном намерении а также в принципе возможно с помощью каких-то дополнительных атрибутов из такой инструмент который корочеств называют виртуальные очки там люди развлекаются смотрят что-то то есть он создать большую достаточно контрастную картинку также существуют наушники вплоть вплоть до наушников которые способны гасить звук извне они пока дорогие но со временем они будут дешеветь эти два инструмента ничем хороши что если у вас какая-то сложная ситуация вы длительное время находитесь среде в среде которую вы не можете изменить и она на вас давит вы вынуждены находиться в этой среде вы можете выходить из этой среды предположим на пять минут одевать наушники соответствующей музыкой одевать виртуальные очки соответствующей картинке и видео рядом где будет создаваться скажем так позитивная картинка позитивная музыка то есть гармонизирующая ваше состояние вибрации по находившись какое-то время в этих вибрациях предположим пять минут в частности тогда когда вы где-то заняты и вы не можете уходить надолго например на работе вы приходите в себя и снова возвращаетесь мир продолжаете работать есть такая практика на производство в течение часа рабочие останавливаются выключают станки и делают упражнения и как показал опыт передовых производств это позволяет уменьшить стрессовую нагрузку и даже увеличить эффективность труда упражнения не хороши но усталость человека она еще во многом эмоционально и психическое да и просто упражнениями обычными ее не снять я имею ввиду если вы не умеете что-то делать из практик йоги у вас наработка какая-то и серьезная или например сагу то есть если обычная физкультура конечно этого эффекта не дает что за аудио и что за картинку нужно смотреть и как механизм я думаю что это относительно близком времени начнут использовать совместно начнут использовать по-настоящему эффективные менеджеры они те кого называют эффективными менеджерами которые будут пытаться добиться от от персонала высоком высокого результата которого другими путями уже не не добрать такие вещи особенно важны в творческих профессиях к сожалению сейчас многие творческие люди будучи художниками артистами композиторами и подобными как показывает социум как показывают сменить то есть вся та информация которая доступна к сожалению этого используют неестественные вещи то есть неестественные продукты скажем так употребляются которые грубо можно назвать наркотиками и в общем то вопросы которые и не вопросы а скорее потенциал который необходим для творчества берется через стимуляторы отчего люди быстро обычно стареют и и теряются свои способности частности если человек веселый то ему легче сложнее входить в это состояние если человек обладает индивидуальностью делать тупеет его индивидуальность уменьшается а также внешние данные и все сопутствующие здесь вещи один из инструментов в частности это гармонизирующая музыка не обязательно она будет релакционная она может быть и активная она должна напоминать мантра сейчас либо часто подобную музыку который сейчас называют целебные то есть она может быть не обязательно то что использовать йоги для расслабления это может быть и музыка такая немножко взбадривающие и 1 и относительно заводная и фоновая музыка и но если сказать более профессиональным языком подобному йоги да то есть выражать все стихи существующие в природе но на уровне энергии то есть музыку уложить можно практически все важно чтобы эта мелодия действовала как четкий гармонизирующий инструмент также как выдаваемая картинка должна давать очень яркие и насыщенные образы чего-то гармоничного но например вы включаете музыку вы сидите в деревне на полянке где-то в лесу полянка цветы поют птички летают шмели цветит солнышко та картинка которая вызывает человеке расслабление или вы сидите предположим на вершине горы где-то в горах грандиозный вид горные вершины утопающие снегах снизу растут какие-то деревья гуляет ветер грандиозное успокаивающее вдохновляющее зрелище или вы сидите где-нибудь в лесу у водопада где журчит вода либо вы сидите в каком-то в тропе в тропическом лесу в теплом месте где великолепный ну запах кстати запах тоже можно добавить как инструмент его кстати сейчас этот эффект добавляют некоторых кинотеатрах я думаю что со временем могут добавлять полноценную систему я бы даже назвал сейчас такие подобные вещи есть это шлем типа как он называется виртуальной реальности где и звук и видеоряд и еще можно добавить например запахи обойтись можно просто наушниками и виртуальными очками но можно сделать этот шлем то есть одеваешь этот шлем подобные картинки ставишь находишься в них какое-то время положим пять минут останавливаешься идешь снова работать особенно если была стрессовая ситуация какая-то из которой сложно выйти или ты был очень напряжен второй момент люди делятся на обывателей и практикующих или как еще их называть мистиками что делать практикующих и что важно в принципе но узнать понимать и чему стремиться если вы находите что-то в своей жизни что помогает вас чувствует лучше нужно научиться эти вещи запоминать заменать на на уровне образов на уровне информации на уровне ощущений давайте в виртуальный шлем вы слышите музыку вы видите видеоряд вы получаете определенное ощущение состояния это состояние для начала нужно запомнить запомнить как ощущение и чем глубже тем больше каждый раз когда будете одевать этот шлем нужно пытаться его запомнить как бы питать себя одеваете такой шлем запускается программа соответствующая видеоряд предположим звук соответственно и вы получаете этот эффект и запоминаете это чувство ваша задача научиться это запомнить насколько глубоко настолько возможно как будто вы себя наполняете этим до такой степени что вы однажды почувствуете что это начинать уже из вас выход исходить вот это состояние когда мы научились вот этого это уже дед когда этот эффект накопления пошел вас появится возможность эти вещи генерировать почему пою по вас появится это генерировать поскольку если это уже на уровне ощущений и рефлексов начинает исходить из вас значит внутри вас что-то сформировалось искусственным способом искусственный способ хорош но в нем минус что то что искусственным способом накоплено может быть и у может и уйти со временем это вроде того как вы зарядили батарейку или там аккумуляторы и он какое-то время относительно долго долго что-то создает то есть выдает электроэнергию надо какой-то эффект второе что очень важно нужно научиться это генерировать если какое-то состояние было создано посредством внешне окружающей среды то всегда можно это добиться и с помощью внутренней внутренней среды помощью внутренних ресурсов если эмоция была создана за счет того что масштаб что-то подействовало значит эту эмоцию можно создать с помощью собственных усилий то есть управление астральным телом до управление состоянием управление эмоциональным телом нужно научиться ну для начала генерировать похожие вибрации близкие вибрации можно даже пытаться генерировать отдельно потом одевать шлем сгенерировать его и посмотреть разницу задача перейти от человека просто потребители как человека созидателя что такой человек созидатель это человек который собирает жизненно примитивную энергию и превращает во что-то благородное либо произведение искусства либо музыку либо даже фильмы но в первую очередь он превращает это во внутреннее состояние во внутреннее мировоззрение в отношении с окружающим миром то есть вибрацию ощущение стремление гармония которая является основой его отношения с окружающим миром в общем то для этого эти гармоничные артефакты в принципе должны создаваться каждый человек если он хочет жить счастливее должен создавать это счастье своими руками и желательно использовали это специальные инструменты говорят что человек создает счастье своими руками да если это говорить не пафосно и не философски то именно вот сейчас об этом и идет речь до создания своего счастья это учиться создавать то внутреннее состояние которое заставляет вас быть счастливым то есть не в принципе все эти вещи мы создаем сами есть какие-то внешние эффекты но изначально в нас мы создаем это сами с помощью иллюзии иллюзии которые например приходят через религиозный дар догма и внушение а умение именно включаться в гармоничность запоминать его и генерировать это с помощью собственной воли мы и так все люди мы все время генерируем какие-то энергии да это может быть и страхи и обиды и восторг и радость принципе все эти вещи мы создаем сами есть какие-то внешние эффекты но изначально в нас мы создаем это сами с помощью внутренних инструментов если внутренние наши инструменты внутри наши источники могут создать например чувство например радости или удивления они также могут создать именно то что мы получаем как глубокое глубокое состояние например через виртуальный дизайн виртуальную картинку естественно если вы попали в место где все это есть например на природе вы поехали в теплую страну или просто нашли какое-то место силы рядом с вашим домом вашем регионе то конечно это можно делать еще и на природе на природе конечно это будет работать еще сильнее поскольку вокруг вас будет активное гармоничное биополе и на полевом уровне включение ваших систем в эту гармонику будет легче потому что будут способствовать будет способствовать окружающая среда у каждого из вас должно быть как минимум одно свое внутреннее состояние связанное в этом состоянии в гармонии то есть гармония может быть активная она может быть подвижная она может быть с каким-то эффектом за этом легкой радости с эффектом уверенности в себе это может быть радость жизни любые позитивные эффекты которые в которой вы можете входить усилием своей воли мир так построен что большинство людей живет по инерции да то есть по инерции того что происходит напитывает и и впитывает себя то что происходит вокруг создавая свое ощущение жизни за счет тех вещей которые вынужденно приходит его мир до люди пытаются сделать ну там если у них домик там посолить какие-то цветочки садик до пытаются сделать комфортной свою квартиру там пытаются очистить воду пытаются ставить какую-то музыку пытаются вежливо разговаривать соседями и относиться к ним хорошо чтобы ну среда была позитивная выбирают районы более тихие но как бы все это как бы полумеры и эти полумеры в общем-то не решат основную проблему тучек не получит самостоятельность и нет и не будет сам генерировать то ощущение счастья комфорта который в принципе должен сделать то который должен идет любой с точки зрения высшего но высшего сознания высших цивилизаций взрослый человек у каждого из вас должно быть найдено у каждого из вас есть свой темперамент свой характер свои индивидуальные вас особенности вообще сама сама индивидуальность в разных проявлениях исходя из вашей индивидуальность у вас должен какое-то свое состояние связано с позитивными аспектами которые вы будете в дальнейшем вызывать в себе собственной воли со времен усиливать и утончать плодя того что входя в это состояние вы будете слышать музыку который будет генерировать ваше сознание или считывать откуда видеть даже возможно картинку наше сознание способно создавать на уровне восприятия даже видеоряд и люди которые практикующие медитацию про это даже знают на определенном уровне медитации вы видите не просто картинку а даже как бы некоторые даже целое кино это естественное явление и ему есть объяснение но сейчас мы это объяснять не будем это принципиально неважно эти все возможности приходят автоматически и как бы истекают друг из друга то есть каждый из вас если хочет научиться жить счастливее не просто жить счастливее а научиться создавать вокруг себя среду и создавать счастье не только для себя но и для окружающих независимо от того что они могут быть простые люди они не готовы к эзотерике и смысл жизни у них немножко примитивной и понимание важных вещей тоже условно говоря примитивная тем не менее эти люди вас окружают и их тоже нужно приучать какому-то более высокому более гармоничному диапазону чтобы этому диапазону приучить особенно детей нужен свой личный пример личный пример в том что вы можете находиться всегда в хорошем состоянии состоянии сознания или скажем так на поверхности в хорошем настроении это настроение проецировать на все что вокруг вас есть обычно такие кли на самом деле очень любят и скажем так даже те кто им завидуют хотя хотят находятся в их поле и в их компании состояние у каждого будет свое и скажем так что это именно будет до какое-то будет переживание какой силы какой формы какой стихии с таким качеством она будет связана это ваш личный выбор одно одно состояние но то что вы можете сделать в принципе за короткое время почему про короткое время потому что если у вас какой-то что-то одно вы этим может работать постоянно и целенаправленно в течение предположим недели вашей практики хотя бы по полчаса в день и желательно промежутками хотя бы там по 10 минут будете накапливать этот кристалл первый кристалл это у вас будет привычка условный рефлекс второе это внутренняя потребность третья внутренняя потребность и четвертое это волевой выбор то есть выбор вашего сознания одно какое-то состояние оно будет базовым если в вашей жизни что-то случается очень часто в жизни вы из этого состояния будете выходить конечно в идеале со временем предположим с годами это состояние станет вообще вашей жизни то есть это то в чем вы будете жить постоянно и с каждым годом она будет расти даже не из исходя из того что несмотря на то что вы предположим ставите старше и чего-то из вашей жизни будет уходить например молодость это состояние поначалу она будет уходить и будут такие ситуации в жизни но когда будет напряжение напряжение связано с вашей работой с общением с другими людьми с критическими какими-то ситуациями с обстоятельствами как как бы непреодолимой силы и в это время нужно быть обязательно в ситуации когда нужно принимать решение когда нужно действовать когда нужно выполнить какое-то ваше обязательство перед окружающими обычно эти обязательства поддерживать какую-то систему что-то создавать вы сначала входите в это состояние насколько блок был глубоко потом насколько можете а потом делайте то что вы должны сделать и тогда то что вы должны сделать быть намного более эффективно такие в общем-то схемы существуют психологии и например есть такая система как аус тренинг самовнушение но в понятии самовнушение немножко искажен смысл суть смысла в том что это состояние гармоничное и это нужно понимать потому что любое проявление стихий как активное подвижное или накапливающее качество как стихия земли она всегда является проявлением каких-то сил и всегда может быть как позитивная так и негативная вашем случае это будет позитивная и вашем случае это будет инструмент с помощью которого важный промежу важные моменты хотя бы вашей жизни вы будете совершать его будет делать то что вы должны сделать или даже больше чем вы можете сделать то есть в ключевые моменты жизни когда вы принимаете или делаете что-то ключевые решения которые имеют долгую перспективу и долгие и важные последствия вы примете большинстве случаев правильное решение или даже сделайте больше чем вы раньше могли для каждого из вас когда вы покинете семинар или еще на семинаре важно подумать что вы можете сделать и воспользоваться этим инструментом то есть вы накапливаете вы создаете для себя эти условия стоит это состояние выбираете то что вам близко данный момент что близко вашей натуре слушайте настолько долго пока не начнет как качество не наполнит не наберется и втянется вас настолько что она начнет начнет как бы уже пультировать вовне после чего вы начинаете запоминать это состояние и генерировать вы проверить это можете на своих близких например если вы общаетесь с ребенком и не можете до него донести какую-то информацию вы входите в это состояние и пытаетесь опять это сделать поверьте то что раньше было невозможно станет возможным не сразу все не всегда но у вас появится возможность решать проблемы которые раньше не решались это как бы практика которая на ведь не навязчиво которые вам скажем так усиленно рекомендую и который надо начинать в ближайшее время все люди которые занимаются в мир духовными практиками они занимаются приблизительно тем же на определенном уровне человек который про это знает но игнорирует он показывает свою косность почему показывает свою косность потому что большинство людей умеют концентрироваться на выполняемой задачей и концентрация для них это вынужденная мера и она обычно отнимает какое-то приличное количество сил и обычно люди это умеют когда занимаются только своим профессиональным занятием в котором они научились концентрироваться но в своей жизни они очень редко концентрируются да и концентрироваться их заставляют только обстоятельства данном случае когда вы накапливаете такое качество и умение входить это качество начинает работать даже не просто фоново она начинает как бы работать изнутри мало того что она меняет вас изнутри делает для вас возможность свою жизнь принять те вещи которые вы раньше не могли принять по определенным самостоятельством меня научить научиться относиться спокойно к чему-то потенциально травмирующему что происходит во вне вас или внутри вас то что во вне нас происходит травмирующие вы понимаете какие-то какие-то события отрицательным внутри вас это тогда когда что-то вылезает из подсознания не когда вам при ну когда вам приходит какие-то состояния странные неприятные или тяжел они приходят изнутри такое тоже бывает плюс например состояние когда вас пошла чистка например у вас болезнь какая-то простуда изнутри у вас идет неприятное состояние вы можете например если вы у вас чистка вы заболели вы можете только лежать вы входите в это состояние пребываете в нем весь период пока болеете и вы Вы заметите, что вот это состояние, пока организм лечил себя сам, оно у вас пролетит в мгновение. Вот неделя в этом состоянии будет для вас, как бы сказать, отпуском. В обычной жизни сразу в это состояние попадать не получится, и вам придется для начала концентрироваться, используя, как бы, опять же, свое намерение, используя свою волю, да, или, скажем так, Марс. А в будущем это может стать и Аджина, то есть это может быть и Плутон, например, высшая планета. То есть этот уровень близкий к медитативному или уровню, скажем так, называемого управления сознанием. Будут включаться в будущем так называемой высшей планеты, например, Уран или Нептун, или даже Прозорпина, или даже Херон. То есть психические всплески, дающие определенные положительные эффекты. Будет включаться усиленное интуитивное восприятие действительности возвышенное, будет включаться, вы научитесь слышать ответы на важные вопросы, вы научитесь структурировать интуитивно и, возможно, даже осознанно, очень сложные вещи, которые раньше не укладывались в, скажем, в ваше восприятие, в ваше понимание. И, ну, их сложно было использовать как цельный инструмент. Это первое, о чем я хотел вам сказать. Второе, то, что очень важно в практике и к чему нужно идти, то есть это понятие, когда вы что-то создаете. Есть, скажем так, два образа, два направления. Первое, это понятие гармонии. Второе, это состояние возвышенности и одухотворенности. В принципе, если смотреть с очень тонкого плана, то и, скажем так, вдохновение, и понятие гармонии, и понятие возвышенности или духовности, они очень близкие понятия, это как вроде у вас в саду вырастает цветок, и у него много разных лепестков, и как бы они все как бы разные, но они часть одного и того же. И, в принципе, у человека развитого они одновременно и работают, включаясь либо одновременно, либо поочередно, исходя из ситуации. Состояние творческого подъема, вдохновения. Это самое простое качество, и, наверное, самое простое из них, что бывало, наверное, большинство из вас. Дальше идет состояние позитивного стремления, и вдохновение перерастает в что-то вроде боевого задора. Чем оно отличается от обычного вдохновения? У вас появляется не просто стремление к прекрасному, а желание идти, преобразовывать мир. Третье – это ощущение гармонии, то есть этого баланса, который вы вносите во все то, что вы видите, слышите, к чему вы прикасаетесь. Понятие гармонии – это немножко более тонкое понятие, чем баланса, но если кому-то непонятно, то баланс – это что-то подобное гармонии. Баланс – это просто равновесие, гармония – это утонченное слияние с возвышенными, очень тонкими, эффективными понятиями, которые управляют мир из самой его существной природы. Гармония лежит в основе мира, и если мы начинаем раскрываться, становимся чище, легче, осознаннее, мудрее, тоньше, то мы начинаем это видеть во всем. Как говорится в дзен, когда ты приходишь в сад, все цветы одинаково прекрасны. И, например, для нас роза красивее, может быть, чем тюльпан, или чем гвоздика, или чем что-то еще. Когда у вас открывается сознание, вы видите красоту в целом. Гармония – это цельное видение структуры мира. Оно на самом деле есть. И когда обычный человек, который видит обычно частности, детали, и красивые вещи, они обычно выделены, там драгоценность какая-то, очень красивый цветок, там красивый человек, там внешне, например, красивый голос, вы начинаете понимать, что весь мир из этого состоит изнутри. И вы начинаете это видеть. То есть вы, приходя на луг, вы видите прекрасный луг, и все цветы – лишь частички этого прекрасного. Четвертое – это состояние одухотворенности. Это некое возвышенное чувство, которое не имеет какой-то эротического подтекста, и не является признаком искусства. Это именно ощущение своей более тонкой природы. То есть духовность – это природа человека, то есть человека-бога. В каждом из нас живет минерал, живет растение, живет животное, живет человек разумный, и живет сверхчеловек. То есть эти части, наше сознание, посредством ума, посредством чувств, вливаются то в одно, то в второе, то в третье, то в четвертое. И если мы управляем своей волей, своей жизнью, своим сознанием, то мы можем наполнять именно то, что делает нас, например, человеком высокоразумным. Ощущение одухотворенности – это ощущение, похожее состоянию полета, когда вы понимаете, что этот мир создан для того, чтобы все изменять к совершенству. Это становится вашим ощущением мира. Существует такое понятие, как духовные практики, и это чувство, это состояние они именно вызывают. Символически это связано с аджно-чакрой, вишудха-чакрой, ее верхней утонченной зоной, и именно оттуда эта энергия генерируется. То есть собранная вами энергия жизни, выраженная с правильным намерением и утонченным восприятием через вишудху, она к этому приводит. Когда вы практикуете состояние, вы должны понимать, куда вы движетесь. За состоянием, переживанием духовности подобной энергии идет состояние слияния. Состояние слияния — это вот то, что многие вас называют нирваной, это по сути состояние слияния с окружающим миром, то есть с его природой. Когда мы говорим о слиянии с окружающим миром, это не означает, что мы становимся стенкой, мы не становимся видеокамерой, матрасом или кафельной плиткой пола. Мы чувствуем вокруг себя жизнь и энергию, и мы понимаем, что весь мир состоит из этой тонкой энергии, из разных форм появления, и он наполнен жизнью. И с этой жизнью мы сливаемся. В дальнейшем мы видим не просто жизнь, а видим ее, скажем так, переливы, качества, и способны найти качество, влиять, создавать и улучшать. С одной стороны, это звучит немножко фантастично, но на самом деле это дорога, дорога, которую можно пройти, если очень сильно стремиться. Я несколько раз рассказывал историю про одного просветленного монаха, буддиста, она в определенных кругах достаточно известна. Это был разговор между старшими учениками в храме, в буддистском, по-моему, и мастерами, типа ламами, обычно просветленных людей по всему миру, и даже по странам, где практикуют медитации, духовной практики, очень небольшое количество. И, к сожалению, эти люди могут курировать индивидуально очень немногих людей, обычно очень-очень самых перспективных. И был спор в том, что вот этот уже сильно пожилой мастер, по-моему, буддист, сказал, что любой человек в течение жизни может стать просветленным. И на самом деле, то есть, в этом нет ничего невозможного. Ну, поскольку другие ламы и мастера говорили, что, ну, это очень сложно, что до этого крайне сложно довести человека, это как бы не каждому дано в этой жизни пройти этот путь. Он сказал, что я могу взять любого монаха самого простого и за какой-то, вот я уже пожилой, пожилой уже буддист, у меня не очень осталось много времени, но за этот оставшийся период я из любого обычного монаха сделаю просветленного. То есть, был такой, так называемый эзотерический спор, или так можно выразиться, этот человек взял сам, ему нашли какого-то самого простого, неперспективного монаха, и он взял его в ученики. То есть, за какой-то относительно короткий промежуток времени, ну, в понятии практиках эзотерики короткий промежуток может быть и 10 лет, потому что люди и за всю жизнь, бывает, практически ничего не достигают. Относительно короткий промежуток времени он из этого монаха сделал просветленного. у людей, достигшие в этом состоянии, свои цели, свое понятие гармонии, своя миссия, и они обычно занимаются не тем, что доводить какого-то конкретного человека, скажем так, а выкладывать свою способность на большую массу людей, чтобы, скажем так, эта тенденция, это состояние, это стремление оставалось в большой группе людей. Именно большая группа людей, стремящаяся к духовному, обычно и поддерживает существование системы. Отдельно взятый просветленный мастер, скажем так, он является в системе, скажем так, с точки зрения эзотерики, с точки зрения практики, скажем так, волшебной палочкой, которая в специальные моменты создает ключевые моменты, запускает важные процессы. И обычно такие люди не влияют глобально на ситуацию, конкретно не занимаются каким-то человеком, они нужны для того, чтобы в важные промежутки времени запустить какой-то очень важный процесс. Кто-то из них, ну, например, там, предположим, Оша, он вел большой групп, да, и у него не было, скажем так, личных учеников, которых можно было довести. То есть у него, насколько мне известно, только один человек у него стал просветленным, и в будущем он открыл в Непале свой ашрам. Идея была в том, чтобы создать течение, которым люди придерживались. Возвращаясь к теме, о которой мы говорили, для тех, кто немножко потерял ниточки, о которой я говорил, когда вы движетесь в своем состоянии, вы должны понимать ступеньки, по которым вы идете. У каждого из вас это очень старается, однажды в жизни будут все эти состояния. Если это состояние, например, состояние одухотворенности к вам приходит, его также стоит запоминать и пытаться практиковать. Если вы попадаете к хорошему мастеру, либо очень одухотворенному человеку, который я называю инструкторами высокой категории, то они помогут вам это состояние в себе усиливать. Такие состояния позволяют решать нерешаемые проблемы. Почему? Когда у вас включаются подобные энергии, они действуют на другом принципиальном уровне. Это знаете, как есть программа антивирус, и она старается избавить компьютер от проблем, и ни один антивирус не видит всех проблем. Когда вы выходите в состояние одухотворенности на этот уровень, у вас включается другой уровень кармы. Если вы к этому относитесь серьезно, если вы практикуете настойчиво и целеустремленно, это означает, что вы переходите на другой тип людей, у вас включается не просто карма, как событий, но у вас включается дыхарма. К вам по-другому начинают относиться. И уроки, которые вы будете переживать, они будут не сколько уроками борьбы за выживание и избавление от недостатков, сколько достижения и понимания утонченных вещей. То есть волшебные инструменты. Раньше вы работали дубиной, теперь вы работаете совершенным мячом. То есть очень прочным, очень легким и очень эффективным в бою. У нас много тем, о которых хотелось бы поговорить, но тема сознания очень связана тем, что вы понимаете, что у вас есть обычное состояние и желаемое состояние. желаемое состояние не должно быть для вас страстным желанием. Оно для вас должно быть пониманием того, что вы, как всякий человек, должны двигаться. У нас есть, мы говорили на прошлой лекции о качеле. Что такое качеле? Это вы находитесь в обыденном состоянии, к которому вы пришли, живя по инерции. Чем у человека больше воли, тем он, используя волю, больше в своей жизни чего-то пытается поменять. Но большинство людей меняют не самого себя, они меняют событийность. Они что-то вокруг себя создают, что делает жить более комфортным, но они не меняют что-то в себе. Либо что-то в себе меняется, доходя до какого-то условной грани. Например, человек занимается боевыми искусствами, он становится человеком волевым, сильным, в целом целеустремленным. Но на этом он останавливается. Если вы переходите, например, на работу с духовными энергиями, то у вас потолка уже нет. Начиная практиковать духовные практики, вы как бы цепляетесь за ниточку, за веревочку или цепь, у которой каждый новый этап это возможности, и вы никогда не будете останавливаться. Тут разница лишь в том, чтобы перейти еще на более какой-то высокий уровень, на достигнутом уровне, достигнутый уровень должен стать вашим мировоззрением, вашим инструментом и стать вашей природой. Как только это происходит, вам открывается новая дверь. Это может происходить так, что вам придет непонятно откуда ваш учитель, который появится как бы из ничего, появится нужная книга, нужная книга, которую вы в прошлом видели, вам про нее рассказывали, вы даже пытались его читать, но ничего не сумели с этой книги взять. Вам, возможно, будут фильмы, которыми некоторые люди восхищаются, и вы не понимали, почему люди им восхищаются, и какой ресурс они создают. Например, эти фильмы будут вас запускать процессы, которые называются, называют обычно озарением. Озарение — это тоже включение тонкого плана, включение в некий источник информации, точнее, даже источник качества. в жизни обычного человека качели существует как, скажем так, некий автоматический инструмент, зависимый от обстоятельств окружающей среды. И даже для людей, которые считают себя олигархами, элитой, мировым правительством, они тоже находятся в этом маянике, тоже находятся в этих зависимых условиях. И обычно такие люди даже не способны свой маятник приподнять. Обычно, чтобы получить какую-то радость жизни, они начинают делать что-то демонической природой. То есть пытаются вырвать ресурс посредством каких-то демонических вещей, какие-то преступные операции с детьми, я не буду даже их называть, использование наркотика какого-то особого, как бы менее опасного, всяких извращений, которые через демонические технологии дают определенный вкус жизни, попытку сделать моложе, то есть эти люди всегда находятся внизу маятника. Они могут иметь все, то есть идеальную, самую лучшую еду, самые дорогие вещи, даже чистый, очень хороший дом, даже чистое место для житья, быть окружены самым обученным персоналом, но они всегда будут находиться внизу маятника. Маятник предусматривает то, что вы разумный человек и вы понимаете, что ваша задача выйти от человека животного к человеку разумному. вы понимаете того, что у вас сейчас не хватает сил, и вы сейчас находитесь в обыденном состоянии, то это лишь временная ситуация, и вы этот маятник начинаете раскачивать. Вы находите для себя возвышенное состояние сознания, более утонченное, и периодические усилия на своей воле практики в него вводите. Каждым разом вы поднимаетесь все выше и выше и дольше находитесь в этом состоянии. В определенный момент маятник, вот такая структура, вы поднимаетесь наверх, опустились. Бывают критические ситуации, если вы в практике немножко маньянчите, или ваша практика, как это называется, станет эмоциональной, душевной жадностью. Это одна из ошибок духовных практик, когда практикующий маньячно завязан за результат. В практике в эзотерике обычно говорят, что мы стремимся к состоянию, к качеству, но мы свободны в своем выборе, и мы не зацеплены ни за что. Да, мы хотим нирвану, но ради нирваны мы сходить с ума не будем. То есть, так называемая мера. Мера, если говорить простым языком, это баланс между возможностями и желаниями. И человек, понимая этот баланс, не будет ничего делать себе вовремя, поскольку желание получить многое, например, даже через медитацию и духовную практику, может стать проблемой с определенным перекосом. Я в своей жизни тоже проходил этот перекос и получил как бы в ответ от этого мира извне агрессию. Правда, я сумел вовремя понять, и поэтому как бы это агрессию удалось сразу установить. Агрессия была со стороны окружающих. Они притянулись именно на то, что у меня был этот перекос. Вы в своей жизни находитесь в этой нижней части маятника. Бывают какие-то события в жизни, которые заставляют его приподняться. Ну, например, у вас родился ребенок, у вас счастье. Или вы выходите замуж, у вас радость. или ваш ребенок вышел за... Или у вас родились внуки, или вы выиграли в лотерею, или вы получили повышение на работе, стали там начальником, получаете больше денег. Либо какая-либо другая удача, которая... Вы что-то приобрели очень ценное за небольшие деньги. Суть маятника в том, в мистике, что вы... Если вы хотите реально улучшить вашу жизнь, вы поднимаетесь в это состояние путем вашего намерения. И в этом намерении вы не манячите, вы знаете чувство меры. Чувство меры говорит о том, что вы знаете, сколько у вас сил, чтобы приподнять на какое-то время маятник, сделать работу, чтобы там удержаться. И когда заканчивается свободная энергия, вы спокойно возвращаетесь обратно в вашу обыденную жизнь, но не испытывая при этом ни сожаления, ни уныния. Ну, это вроде того, как погуляв, вы возвращаетесь домой. На улице многое лучше, чем дома, но вернувшись домой, вы не сожалеете, что вы туда вернулись, что улица нет дома. С каждым разом, если вы это практикуете, вы будете все выше подниматься в этом. Это состояние для вас становится более естественным. Со временем вы закрепите в этом состоянии и упасть сможете только в критической ситуации совершить ошибку. Но даже если совершите ошибку, вы снова сможете вернуться и закрепиться. Когда вы закрепитесь на этом уровне, у вас появится возможность этот маятник еще приподнять. То есть, приподнять маятник, вот эта нижняя часть была, станет тем состоянием, в котором вы уже сейчас стали, то есть возвышенным. у вас появится куда подниматься подниматься еще выше. Опять же будет маятник, но это будет маятник следующего уровня. Как говорил мой папа, ты переходишь на доску следующего уровня. Ваше состояние будет маятником, ваше уже возвышенное, сильное, мощное, легкое, духотворенное состояние, полное жизни и возможностей будет низом маятника. А вы будете стремиться еще выше. Вы будете время от времени подниматься наверх, опускаться, и этот процесс будет повторяться. Это классическая практика, классическое понимание в духовной практике, и в ней очень важно понимать эти детали. Если вы будете это понимать и это практиковать, даже если у вас нет таланта, даже если у вас нет очень хорошего мастера, и у вас много в жизни обязательств, к концу жизни вы почувствуете, что вы эту жизнь прожили не зря. Вот в вашей жизни прошел год. Кто из вас спрашивал себя, как я прожил этот год, к чему я пришел, к чему я научился, стал я в этом году счастливее. Вот, например, мне было, когда мне было 10-12 лет, мне хотелось на какое-то время стать взрослым. Пусть у меня будет 50, предположим, там 45, и я вот в этом 12-летнем возрасте побуду немножко взрослым, попробую быть, ну как бы интересно было. Когда я стал взрослым, мне иногда хотелось вернуться в прошлое, чтобы мне стало снова там пожить в этом детском садике, вот в этой обстановке, да, там снова стать школьником, снова посидеть за школьной партой, пообщаться с накластью, побыть в этой среде. В определенный промежуток времени, когда произошло взросление, я больше не хочу возвращаться в прошлое, не хочу возвращаться в тот опыт, то есть качели, которые были у меня в детстве, они тоже в детстве есть определенные качели, несмотря на то, что у детей более широкий, более легкий мир, более легкое восприятие, им меньше нужно для счастья, у них тоже есть свои качели, то есть эти качели вот этого уровня уже потеряли смысл, то есть в прошлое, даже во все хорошее, которое там было, мне уже не хочется возвращаться, я там больше для себя ничего не найду, это же касается и вас, понимание того, что если вы своими усилиями не пытаетесь подняться, то вы не будете счастливы, если вы прожив год, не спрашивайте себя, хорошо ли я прожил год, много ли ему научился, вот стоил ли этот год для того, что жить, потому что вы прожили год, вы потратили сколько-то сил, там работая, зарабатывая деньги, тратили силы на воспитание детей, воспитание своих супругов, многих из них нужно воспитать, кому-то повезло, и супруги, например, у нас пришли вместе с вами в РЧ, и вы начинаете своими супругами мыслить одинаково, и вы становитесь союзниками, не только на социально-бытовом уровне или душевном, в каком-то смысле даже духовном, кто-то пришел в РЧ не потому, что была какая-то духовная потребность, а просто был хорошим человеком, и он не против этого мировоззрения, а потом втянувший, втянувший стал постепенно, как бы, стремиться к высшим понятиям, то есть, есть хорошие люди душевные, которые обычно и зачастую остаются на уровне душевности, вы, ты в прошлом жизни был очень добрым человеком, всем помогал, и проявлял душевные качества, в этой жизни ты рождаешься, тебе включают, фактически, на момент рождения на хату, и ты живешь, в принципе, всю жизнь счастливо, ну, почему счастливо, потому что тебя, в принципе, любят люди, ты находишь всегда себе хорошего супруга, супругу, получаешь обычно нормальный, материальный, достаточно хороший материальный уровень, и, в принципе, так может дальше, поскольку у тебя, за счет работающей на хаты, хорошее душевное состояние, ты так можешь прожить всю жизнь, в состоянии достаточно большого комфорта, ну, не всегда этим люди очень много, но всегда достаточно, чтобы жить комфортно, не только на материальном плане, но и душевном, и еще этой филотерики, так еще иногда называют жизнь-отдых, да, такие люди иногда в жизни, например, жизнь для них бывает отдыхом, в прошлой жизни он был великим полководцем, который защищал людей, и защищал мир и гармонию, в этой жизни он будет художником, и просто будет рисовать красивые картины, отдыхать, он ни с кем, ни за что не будет бороться, его не будут трогать, то есть он в прошлой жизни защищал других, в этой жизни другие, мир будет защищать его, и он там рисует картины, пишет музыку, пишет, может быть, писатель пишет какие-то книги, ну, интересные, и это жизнь для него отдых, он никуда не стремится, он живет в состоянии некого душевного комфорта, то есть его качели находятся на высоком уровне, но не качаются, то есть, ну, некоторое качание, конечно, есть всегда, но приблизительно в одной и той же плоскости, во всех духовных практиках, во всех чистых учениях говорят о том, что если человек, не стремится к большему, на уровне состояния сознания духовности, на котором он находится, это означает, он спит, даже если он спит на уровне душевности, как душевное существо, это все равно сон, у каждого сна есть своя степень иллюзии, и на душевном уровне, эта иллюзия, это иллюзия, конечно, меньше, но это тоже сон, Шри Рабинда говорил, у него было такое выражение, как «святая медуза», когда человек достигает понятия, которые, ну, привычно называют святостью, это тоже определенное состояние сознания, ему тоже можно зависнуть, теоретически даже можно зависнуть, попав в состояние нирваны, ну, мы периодически про него говорим, это может быть звучит немножко пафосно или смешно, но это эталонное понятие, и оно важно для понимания других вещей, даже попав в состояние нирваны, можно в этом состоянии висеть, в это состояние благости, да, выжить будете очень хорошо, вас не будут доставать, ваша жизнь будет, скажем так, достаточно гармоничное приключение, то есть, ничего в окружающем мире, что есть, не сравнится с вашим внутренним состоянием, в жизни человека есть понятия ценности, ценности это то, что приносит ему наиболее сильное, ну, или сильное приятное впечатление, когда вы достигаете нирваны, никакая вещь, никакое событие вам не принесет такого же яркого, скажем, насыщенного состояния, ни рождения ребенка, ни выигрыш в лотерею миллионов или миллиардов, ни получения подарка, наследства, ну, ни те красивые места, в которые вы попадете, ни власть, ни деньги, ни почет, ни что, то есть, попав в нирваны, вы понимаете, что все, что вы имеете, уже больше, чем все то, что можно взять из мира, даже самые красивые и яркие вещи, даже любовь других людей, и на яркое проявленное, она все равно будет чем-то меньшим, если, конечно, мы говорим про любовь, как переживание, как переживание духовности, это немножко другое, это тоже определенный уровень, уровень, и любовь не является каким-то объектом, или отдельно взятым кристаллам, это является качеством, который соединяет нас изначальными эталонными качествами творца, то есть максимальной программой развития, так называемой, то есть у богов тоже есть определенная программа развития, но, условно говоря, это как бы окончательное эталонное состояние, при котором человек получает, ну, существо получает абсолютную свободу. Еще раз, да, хочу сказать, что многие вещи, которые я говорю, кажутся немножко философскими или эзотеричными, но понимая, да, эти вещи, вы можете находить ответы на очень сложные вопросы, и когда у вас появляется вопрос касаемо того, что не найдешь в книгах, некого спросить, осмысливая эти вещи, к вам придет это понимание, этого, да, то есть есть состояние любви, есть нирвана, да, то есть любовь это качество, оно не измеряется в количестве, и если вы, и вы для любви можете больше открыты. Любовь это значит, что у вас есть прямой канал с Творцом, то есть в котором, в принципе, нет никаких преград, и вы можете получать любую уникальную информацию, которая вам необходима для вашего развития. Когда мы занимаемся своим развитием и не играем в это, мы к этому относимся серьезно, в нашей жизни появляются новые инструменты, новые возможности, новые люди, и новый опыт, который для нас раньше был скрыт. То есть появляется та дверь, которая была всегда рядом, но мы ее никогда не видели, и за этой дверью есть столько всего интересного, важного, наполняющего в нашу жизнь, что до удивительности. Это как выражение, что ты из-за деревьев не видишь леса, и эти многие вещи всегда лежат рядом. Мы часто говорим про вещи, которые для нас важны, и вещи, без которых не можем жить, и те вещи, которые нам мешают жить, и те вещи, которые нас вызывают, недоумение, обиду, раздражение, сожаление. как только мы доходим до определенного уровня, эти вещи исчезают, и любое событие, например, на уровне нирваны, не является проблемой, оно просто является событием. Есть инструменты, которые должны быть, скажем так, в инструментарии каждого разумного человека, который понимает, что смысл его жизни это развитие. Есть еще один такой механизм, одна такая, скажем так, технология, которую я хотел бы с вами поделиться. Бывают ситуации, когда у вас не наработан какой-то механизм, пусть даже ваше состояние, с помощью которого вы можете выходить в сложных ситуациях и проживать жизнь как человек, как возвышенное существо, как человек высокоразумный. Есть такая практика, она тоже, она есть в разных традициях, и суть его это то, что существует и существует течение событий. И вы и события не всегда напрямую связаны. Иногда у людей или по обстоятельствам возникает причина, что если какие-то события и вы находитесь рядом, вы часть этих событий. Так на самом деле не всегда. Приобщенность человеку к событиям зависит от того, на каком уровне сознания и отношения с окружающим миром он находится. Ваши события, реакция на окружающих, ваша вовлеченность зависит от того, какую программу вы осознанно в своей жизни прорабатываете. Это программа развития, то вы можете, можете, и вам даже не нужно хотеть, определенные вещи вы можете игнорировать. Есть такая практика, это называется течением реки. Есть такая притча, по-моему, в даосизме, она говорит о том, что не делай ничего и труп твоего врага принесет себе река. Очень большая мудрость, но не понимая ее сути, можно совершать очень большие ошибки. То есть, чтобы река принесла труп вашего врага, то есть тот, кто разрушает мир и разрушает вашу жизнь, вы не просто, вы не должны не бездействовать, вы должны находиться в гармоничном состоянии, не иметь претензий к окружающему миру, не иметь агрессии, быть в состоянии возвышенного состояния, то есть в состоянии безупречности. Если вы входите в состояние безупречности и не цепляетесь за противоречие с окружающим миром, вы включаетесь в другой уровень событийности. Опять же, можно сказать, что ваша карма превращается в дхаму. То есть вам больше не нужно бороться с человеком, а человек, который с вами борется и вам представляет какие-то неприятности, перестает быть частью вашей тренировочной программы. То есть, почему появляется какой-то человек, который вас достает? Потому что это часть программы, раздражающей программы, которая должна вас чему-то научить. Она учит человека, который живет, предположим, на уровне более-менее разумного животного. И разумного животного нужно тренировать. Если вы вышли за уровень разумного животного эта программа на вас больше не работает соответственно на уровне событий нести кармы все будет сделано так что этот человек выйдет из системы это о том что существует течение и существуете вы и если вы высокоразумное существо вы сами выбираете направление в чем участвовать и как решать эту проблему текучесть это тогда когда вы можете принять вокруг вас происходящее происходящее и никак к этому не относиться я примену пример в нашей жизни с которым мы сталкивались пару дней назад вот у нас есть наш замечательный валера начале бригады видеосъемщиков в общем-то человек уже не ребенок и с неплохой выдержкой с образованием и по опытам определенным и какими-то наработками даже духовными тут вот его ругали ну было за что ругать в чем-то может быть ругали неправильно что-то может быть дело немножко несправедливо что-то справедливо и в течение длительного времени на валеру пары циррул много внимания по разным причинам да и выбранный момент ну валь ему стало тяжело и он начинает волноваться в этот момент когда на тебя проецируется много сил да и ты понимаешь что ты ничего не можешь сделать в данный момент в этот момент нужно отпустить течение реки просто успокоиться и позволить этому идти тот момент когда ты перестаешь на это реагировать из это цепляться отпускаешь это перестать быть для себя проблемой то есть если вокруг тебя люди которые будут говорить они могут говорить все что угодно если в этот момент отпускаешь эту реку и позволяющих ей течь в этот момент ты перестаешь что-либо терять то что должно произойти событий не произойдет но она больше не заберет из твоего мира ничего того что тебе ценно после плавок ты выходишь из игры на примитивном уровне у тебя появляется возможность это определенная практика я называю течение реки позвольте реке течь самой самой собой не лезьте в эту реку станьте сядьте на берегу реки и позвольте этой реке течь вокруг вас будут люди которые вам будут что-то говорить чего-то добиваться пытаться обмануть пытаться довести свои мыслик иногда эти мысли будут с травами иногда не совсем здравыми обычно когда такое происходит в мыслях и передаваемые энергии и намерением большая часть не соответствует действительности не всегда но значимая обычно человек в этой ситуации может просто это отпустить а потом переосмыслить это на каком-то более высоком коротком эффективным в эффективном моменте вы можете попробовать эту практику на нее нужно время если мы сейчас практиковали медитацию я бы создал бы специальные условия и некоторые аспекты вы объяснил но эту практику вы можете делать сами а если вы практикуете медитацию многие у нас практикуют медитацию это одна из форм медитации позволяющие простым способом справиться с проблемами вплоть до того что например вот мама и кричащий ребенок какая ситуация в кричащие ребенке то есть ребенка включается капризность там бывают ситуации когда у ребенка стресс связано чем-то конкретным но например там он ударился до боли он не может пережить его стойкость не выдерживает этот конфликт для он плачет бывает большая часть крика детей это капризность да даже когда дети не умеют еще думать и это просто они проявляют эмоцию например ребенок лежит в коляске ему жарко да ну теплее чем ему хотелось бы до злостый ребенок начнет об этом уже беседовать мамой пытаться чего-то сделать маленький ребенок как мы что-то дискомфортно если у него порог терпимости выдержки маленький он начинает плакать и плакать он может очень долго батарейка которая жизненная батарейка она может подпитывать любую вырабатываю энергию в том числе негативную как вопли так крихи или что-то еще ли плач но большинство мамам об этом знает чем ребенок на самом деле более гармоничны тем меньше он в это вкладывается у детей с янским активным характером это проявляется чаще если чек прошлой жизни чем-то серьезным занимался был даже хотя бы наверх великим полководцем то есть у него сильная воля но есть выдержка то есть он не будет сильно капризным в момент когда ребенок плачет и вы понимаете что вы не можете это никак остановить да то есть какими-то либо жесткими методами да например посадить его в комнату и пусть там до кричится пока вот у него кричалка работает после чего со временем поймет что кричать бесполезно этот инструмент перестанет использовать очень многие дети шантажируют своих родителей мам тем что начинают кричать они знают либо понимают что крик оказывает сильное воздействие и начинают упрямо кричать но обычно крик очень тяжело переносить то есть не каждая мама готова посадить ребенка в комнату дать ему накричаться до чтобы он понял что механизм не работает что механизм компризности через вопли не работают жесткими и пытаются успокоить через мягкость не всегда этот механизм является позитивным и иногда иногда он возможен далеко не всегда он позитивен и он он приемлем и дети которые к этому склонны они вот эту капризность переносит во взрослую жизнь и потом взрослой жизни опять же обтираясь об социум начинают отрабатывать но обычно такие вещи всегда болезненные это может быть и взрослой женщины которая была ребенком и привыкла мир плакать или мальчика они становятся капризными когда им что-то не нравится они устраивают скандалы работать один и тот же механизм если у женщины нет понимания нет ресурсов вот этот механизм остановить она выходит состояние текущей реки она принимает эту ситуацию ничего не делает любая ситуация связана с активным каким-то воздействием на кого-то на кого-то связано с использование большого количества энергии который объект проецирует никакой объект даже очень с большим ресурсом не может это делать бесконечно долго если игнорировать этот объект в психологии и такое понятие как на горох об стенку то объект воздействующий через этот выдыхается перестает это делать если мама умеет входить состояние текущей реки она перестает страдать от воплей от шумов то есть вплоть до того что она перестает шум слышать вы знаете что любой вас механизм который у вас есть как зрение слух и многое другое можно выключать лично моей жизни ты приходил иногда спонтанно когда ты чем-то занят чем-то думаешь у тебя включается картинка и потом когда об этом думал ты ничего не видел хотя глаза были открыты или выключается ты перестаешь слышать что происходит вовне а вам нет прилично очень шум то есть механизм выключения то есть сам по себе механизм видения слышания это сигналы которые посылаются в мозг если этот сигнал выключает то несмотря на его громкость или яркость картинки он будет он будет просто невидим и не слышим невоспринимаемым мама которая способна выключить перестать к этому относиться то есть она может со времен научиться выключать звуковые параметры то есть происходит ситуация с ребенком мама вошла возвышенное повышенное состояние сознания и ситуация начинает меняться первых мама перестает страдать остановить но успокоить ребенка крайне сложно или почти невозможно до работать с этим все равно надо то есть восписывать ребенка надо любая осознанная мама понимает что задача не просто сделать как-то чтобы ребенок перестал кричать а чтобы воспитать в нем положительный качество сли и выдержку потому что ребенок например если он скандалит зачастую эти скандалы они являются не следствием того что что-то с ребенком не так а средства того что мирон капризный я был практически не капризным ребенком и меня наверно и маму это особо не коснулась но очень многих детей эта ситуация родителей эта ситуация срабатывает если мама научится входить состояние реки она простым инструментом может избавляться от проблемы проблема с ребенком конечно решится сразу но в момент когда мама входит в это состояние она меняет во первых отношения к проблемой до кормам понимает что вот есть ситуация которая нужно принять они решать какими-то побыстрее что-нибудь ему дать чтобы он замолчал она начинает работать более высокого уровня инструментами то есть ее сознание не включается в примитивный механизм начинает включаться уже и элементы воспитания с ребенком другие да то есть ребенок также находится в белл белл полях им занимается ангел-хранитель им занимается кармический комитет ну многие силы которые люди не видят но они все всегда работают и когда с ним с ребенком общается человек который поднялся выше на ребенка начинает включаться уже воздействие более высокой системе почему если вы общаетесь более развитым человеком вы входить вы входите в событийность немножко другого уровня соответственно если вы общаетесь с чеком очень низкого уровня то есть включается событийность более низкого уровня потенциально более опасного и тут уже будет зависит у кого скажет так выше уровень у кого больше выдержки о больше силы один из механизмов который может сразу не сработать если вы научитесь ходить в это состояние вы решаете проблему очень просто очень быстро это относится не только к маленькому ребенку также можно решать и проблемы и близкими людьми и с начальником например есть много разных технологий решения подобных проблем да мы говорили про четыре с нам основных их на самом деле немножко больше типа выражения энергии да вот наверно вас наезжает начальник вы не можете уйти с ним бесполезно спорить то есть он повышает голос он хочет добиться от вас того что вы не должны делать вы например выходите в состоянии камня на камнем во стенку вы каменные вот он говорит а вы не что состояние камня тоже нужно научиться многие чиновники советское время которые вынуждены были работать с большой массой людей проходящими у него у каждого человека своя проблема иногда проблемы в самом человеке иногда проблема строй иногда проблем в чиновнике но люди несут очень много мусора и чиновники которые эмоционально реагируют на всех очень сильно устают да и многие из них научились или бы их научили входить состояние камня вот так как с каменным лицом чек сидит все что мы говорят как вот кап камень что нужно он сделает но он никак на это не реагирует такое качество если было многих профессиях особенно связанных с риском с риском для жизни тому там летчиком и летчиков например истребителей хирургов не знаю снайперов психиатров может быть то есть именно просто в этом состоянии человек способен выполнять свою работу по в этой работе с их работе соответственно есть очень тяжелые обстоятельства потенциально опасные татова камня ее можно нарабатывать это можно делать но и и можно понимать интуитивно интуитивно практиковать особенность ли вас вас от рождения скажем гороскопе вас в личности есть качество земли и вы это качество земли используйте одно из качеств земли но я имею положительно этот это твердость то есть и как камень да то есть вас пытаются что-то там вот где-то оттуда да вы как каменный то есть камень вы можете выдержать все что угодно соответственно и огонь и проявление воды и и правление огня и проявление воздуха она проявляется в событийности как воздействия вы знаете что вода точит камень но если камень прочный то она чтобы ее расточить надо учить и воды немерено да то есть вода это это попытка через эмоциональные через вас при восприимчивый мир ввести чека в состояние которое нужно воздействующими стихия воздуха это пытаться информационно человека ввести в зону состояния своих интересов чтобы он воспринимал и их интересы как ваши до состояние огня это грубо говоря наезд в состоянии камня да то есть все что на вас воздействуется как горох об стенку и вы можете быть маленькой худенькой женщиной и вы можете общаться с там сам балом большим начальником наглым и и составил состояние камня поможет в этом сыне вы способны сделать так что он будет не способен быть на вас оказывать какой-то воздействие со временем у него вообще отобьется желание на вас наезжать и пытаться что-то вас вытаскивать он может пытаться вас воздействовать но миха этот механизм который использует будет бесполезен он будет знать что используя как бы классические методы например наезда испуга они будут они будут неэффективны есть разные техники техники воды вам будет в дальнейшем интересно я про них расскажу из техники воздуха который используют например мистики для того чтобы работать людьми и противостоять внешне очень большой силе и очень большой власти и и даже условно говоря как бы высокой образованности и информированности агрессора то есть любая стихия или как состояние как практика доведена до высокого уровня это очень хороший инструмент фактически без расходов справляться переживать сложные условия и естественно это внутреннее состояние татва камня это тоже внутреннее состояние на высоком уровне восприятия это не первое ни второе ни третье ни четвертое это нечто совершенное этого совершенно есть много разных уровней на каком-то высокому уровням просто для интересов скажу это состояние такое свечение из вас исходит свет да вы даже можете видеть его и этот свет действует еще сильнее чем состояние тишины например весь ваш путь весь вся ваша жизнь если вы чек разумно это получение опыта перерабатывание этого опыта помноженного на знание на это получ это получение мудрости мудрость это инструмент и на высоких уровнях он тоже показывает чудеса мудрость и выражается не только через информационные источники но и через другие инструменты мудрость можно проявить даже через молчание то человек обладающий потенциалом может вложить мудрость в тишину молчать проявляя мудрость то есть состояние помною помною помноженное на форму общения что общение это не только выражение информации или чего-то а это выражение например своего безразличия или не или неприятия без негатива в состоянии мудрости вы будете создавать определенное биополе внешнюю форму которая также будет влиять два человека которые молчат один состояние обиды другой состоянии мудрости будут по-разному воздействовать на ситуацию и с дальнейшей кармой и дальнейшей и дальнейшей событий ностью вы должны понимать что если вы не используете инструменты не понимаете для чего вы живете какие инструменты вы используете из чего состоит мир вы не понимаете теорию качелей теории качели существует на духовном плане еще в том что человек либо одной жизни занимался очень много эзотерикой и он скажем так шел всегда на грани и излишне цеплялся в следующей жизни он может проживать чисто земную жизнь да это тоже идея качелей но мы говорим про качели которые именно сейчас в вашей жизни работает понимание что вас жить качель и когда вы впадаете в какое-то состояние или ситуацию в котором у вас все вот так вот не очень вы говорите для себя я нахожу сейчас внизу качелей который я раскачаю чтобы пойти назад в этом нет ничего страшного это просто пауза перед тем как подняться я желаю каждого из вас про это всегда помнить использовать инструменты использовать качество использовать отношения понимание мира чтобы никакая ситуация не было для вас трагедии никакое событие не было для вас шокирующим тотальным или уничтожающим помните что качка челями вашей жизни управляет ваше знание ваша воля ваш выбор ваша искренность ваша чистота и это ваш инструмент быть счастливыми вы может быть тогда когда вы будете свободными чтобы быть свободными вы должны считать себя свободными любой эзотерик любая эзотерика начинается с того что вы считаете себя свободным человеком свободный человек не будет страдать не в тюрьме не на поле боя не тогда когда теряет что-то важное вплоть до близких людей состояние внутренней свободы это еще один момент которому нужно стремиться внутреннее состояние про котором мы говорили про гармоничное состояние про совершенное состояние и и обратная сторона это внутренняя свобода это большая тема и если вам интересно вы можете на эту тему помедитировать но на этом семинаре я про это говорить не буду потому что это очень большая тема и внутренняя свобода это тоже один из очень тонких и очень эффективных инструментов и это тоже состояние и человек обладающим этим станем правильного понимающим получает те инструменты и возможности в жизни которые позволят прожить ему жизнь интересно прожить например год своей жизни так чтобы не захотелось его снова повторять опыт полученный ему в этом году будет для него настолько большим что вложенное за год будет казаться ну просто минимальной оплаты удовольствия наживаю мою жизнь на этом наша тема заканчивается и я условно говоря оканчиваю тему управления внутренним состоянием это бесконечная это бесконечная тема и можно подавать ее с разной стороны и с разными инструментами и если бы я работал с группой отдельных людей предположим три человека я бы дал бы узкие вещи более интересные да но все что я говорю это инструменты которые подойдут фактически каждому из вас и подойдут тем зрителям которые будут смотреть это видео будущем в интернете хорошие инструменты пользуйтесь ими и вы проживете свою жизнь более осознанно и счастливо спасибо и 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